дальше хотел бы поговорить с вами о вот какой истории это продолжительная история но мне кажется совершенно захватывающая и кроме того мне очень понадобится ваша помощь дорогие слушатели и не только мне в разгадке очередной тайны которую я вам сюда приволок в 1955 году советский союз как вы понимаете уже началась вот теперь в 55 году договорились о гастролях оперы Порги и Бесс в советском союзе и представляет себе зимний ленинград и туда приезжают солисты оперы Порги и Бесс Джорджа Гершмена из Америки огромные черные артисты есть знаменитые фотографии Мозес не помню как у него была фамилия который солист в этой опере знаменитый большой красивый черный человек стоит на заснеженном ленинграде окруженные абсолютно офигевшими ленинградцами которые на него смотрят а как это и он поет прям посреди города прям на улице в общем событие было грандиозное потом эта опера поехала в москву тут тоже был фурор в общем ну мне не надо объяснять что такое было после сталина вот буквально там сколько два с половиной года проходит после того как сталин все и вдруг Порги и Бесс приезжает в советский союз но это просто разрыв сознания но мало того не только гастроли состоялись еще приехали три очень крупных журналиста в ссср в частности леонард лайнс колумнист нью-йорк пост аэро уолферд из ридерс дайджест и не очень уже еще молодой но довольно зрелый уже корреспондент журнал нью-йоркер по имени труман капота и вот он приезжает в советский союз смотрит на все это едет в и в ленинград и в москву получает массу впечатлений и пишет очерк в журнал нью-йоркер под названием музы слышны это название такой перефраз поговорки когда говорят пушки муза молчат но поскольку пушки вроде как замолчали и в холодной войне наметилась перемирие то заговорили музы так вот капота написал очерк музы слышны где никого не пощадил особенно не пощадил тех с кем он туда ездил и там в общем это все очень не понравилось его попутчикам но очерк был очень остроумный и довольно успешно потому что он потом вышел в книжкой в соединенных штатах а потом в великобритании у нас остается не так много времени до небольшой паузы я потом расскажу с чем будет связана основная интрига этой истории а пока небольшой отрывок описание гостиницы астория труман капота муза слышны 56 год перевод не на ставиской 2007 года только спустя полвека астория расположена на бескрайней исаакиевской площади интуристская гостиница ее подают и не без оснований как лучшую гостиницу ленинграда среднее обиталище в астории напоминает викторианский чердак где проживает бедный родственник погребенный под ненужными семье вещами мириады романтических мраморных статуй статуэток тусклые лампы под тюремыми абажурами напоминающие балетные пачки столы множество столов покрытых восточными коврами без на стуле в плюшевой кушетке армуар в которых размещается пароходный сундук стены пестрящие картинами в позолоченных рамах с изображением фруктов и сельских идиллий кровати скрытые в пещерных ольковах за оцелевшими бархатными портьерами и все это втиснуто в гробовое непроветриваемое пространство есть гостиницы и роскошные пяти и шестикомтные апартаменты но обставлены они точно так же только еще изобильнее тем не менее пишет капоты участники порги и без отнеслись к истории в высшей степени одобрительно вот такой отрывок про историю в ленинграде там есть мемориальная табличка то что там жил труман капоты с чем связана интрига его пребывания в ссср я расскажу после небольшой паузы я захлебнулся от восторга читая отрывок из очерка трумана капоты музы слышны оба его его визите в советский союз значит выдающийся американский писатель приезжает освещать при в гастроли оперы джорджа гершина порги и без в ленинград и в москву в москве в январе 56 года труман капоты знакомится с компанией молодых советских людей но не все в советском союзе 56 году знают английский а эти ребята знают потому что они принадлежат кругом золотой молодежи и капоты как человек интересующийся самыми разными крайностями а быть золотой молодежи в советском союзе это самая настоящая крайность он сходится с этим группой детей советской элиты таким высшим обществом небольшим очень узким кругом замкнутым как мы все знаем живущим в западном стиле посреди махровой советской власти и капота так это зацепило он с ними во первых просто сдружился и затусил а во вторых и вот так это все поразило и так зацепило что он решил вернуться в советский союз и в феврале 58 года капота снова едет в ленинград и потом снова приезжает москву для того чтобы провести с этими людьми больше времени есть сохранился очерк капота который никогда не был издан он называется дочь русской революции он остался черновиком никогда не был издан в этом очерке капота описал вот этот свой круг более того он был здесь не только в 58 а еще в 59 году он описал круг этих молодых людей довольно подробным очень искусно зашифровав всех этих людей которые там описаны потому что понимал что если это будет издан на западе вот прямо сейчас то не ровен час этим людям может что-то догрозить в этом очерке в частности он описывает некую барышню по имени анна коган так он ее назвал пишет что она дочь специалиста по как-то аэронавтики то есть видимо ее папа занимался какими-то исследованиями в области авиации пишет что не очень красивая но очень эффектная говорит на латыни как на живом языке с очень специфическим образованием то есть что-то она знает на уровне западного человека чтобы поразительно абсолютно для советского союза а чем-то вообще понятия не имеет ну и она вот как бы предводительница этого круга теперь смотрите она капота приезжает феврале 58 года в марте 58 он уезжает из советского союза везя в голове и в своих записках вот что то что он вынес из общения с этим кругом советской молодежи и в частности с этой девушкой которая этот кружок как бы негласно возглавляет он очень ей впечатлен и вот анна коган одна из главных героинь его будущего очерка под названием дочь советской революции в честь дочь русской революции в честь нее он и назван этот очерк а в мае этого же года ему надо сдавать в харперс базар написанную рукопись романа завтраку тиффани главной героиней которого является барышня которая живет вот такой жизнью одновременно одной ногой там другой здесь понятно что она наполняет девушка по вызову но вот женщина как бы сложной судьбы холи галайтли к тому времени когда он возвращается из ссср холи галайтли зовут еще ею зовут кони густавсон и он ее переименовывает только вернувшись из ссср в холи галайтли то есть как бы святая но гу галайтли легкая на подъем понятно то есть еще раз холи галайтли девушка по вызову но при этом она святая для автора и тем более для вот человека который от лица которого ведется повествование в романе и которого который сыгран замечательном фильме блэйка эдвардса завтраку тиффани в общем вопрос то вот в чем не была ли это загадочная анна коган частичным прототипом холи галайтли конечно литературоведы делают кисть лумину и говорят о молодой человек но не стоит так все это утверждать нет никаких доказательств но ясен пень что никаких доказательств нет но их и не будет что трумэн капота расписку должен был написать прототипом данного героя являются подтверждаю что давайте сядем будем сидеть и вообще ничего себе представлять не будем поэтому дорогие слушатели в следующем часе я расскажу как эта вся информация ко мне попала и благодаря какому замечательному человеку я обо всем этом узнал в оставшуюся минуту я хочу вас призвать это не так давно было но до 56 58 59 год но не это не до революции не 856 может быть вы мор вы знаете о ком вел речь труман капота может быть например вы знаете даму которая до сих пор жива и которая общалась с труманом капота во время его приезда в советский союз может быть вы вообще внук или внучка этой дамы и вы хорошо знаете что бабушка во первых в юности чудила во вторых что у нее был такой дружбан из америки может быть вы знаете хоть что-то имеющее отношение к этой истории еще раз анна коган папа и занимается аэронавтика или каким-то исследованием в области авиации на латыни говорит как на родном языке и возглавляет небольшой кружок молодых людей с западного образа жизни западного круга из золотой молодежи это только начало это только начало я владимир раевский напомню что мы говорим о визите выдающегося американского писателя трумана капота в советский союз в 50-е годы представьте себе одри хэбберн с длинным мундштуком со своим котом поющим он ривер а теперь представьте что у этой героини у холли гулайт ли могли быть вполне русские корни по крайней мере частичные учитывая что труман капота познакомился в ссср с кругом советской золотой молодежи в частности с предводительницей этого богемного кружка которую он вывел в своем никогда не опубликованном очерке дочь русской революции под именем анны коган мы будем очень признательны вам дорогие слушатели если вы поможете нам с установлением личности подлинности подлинной личности анны коган которая могла быть конечно же не анной и и скорее всего она была не анной и никоган но вполне могла быть девушка из еврейской семьи и и папа мог иметь отношения каким-то важным делам связанным с авиаразработками а может быть с ранними космическими разработками а может быть с военной промышленностью но так или иначе и и описание что вот говорит на латыни как на живом языке организовала кружок вокруг себя вокруг нее очень много молодых людей самых Вот есть автор статей в «Крокодиле», есть переводчица из «Интуриста», есть сотрудница киноотдела Министерства культуры. Вот такие люди окружают эту Анну Коган, а может быть, вымышленную Анну Коган. Но, тем не менее, если бы мы могли найти этого человека, и кто-то мог бы рассказать о том, как тусил струнным капотом в Москве, в оттепельной Москве, в круге советской полубогемной золотой молодежи, мы были бы счастливы. Все это, то, что я вам сейчас рассказал, я прочел не так много времени назад, может быть, этой весной, в небольшом очерке, в небольшой заметке в журнале «Афиша», подписанной Денисом Захаровым. Выяснилось, что Денис Захаров наш коллега, тоже журналист, когда-то работал, вернее, журналистом, в частности, работал в программе «Тема» с Юлием Гусманом. После этого, вернее, еще во время этого, он очень увлекся Труманом Капота и его личностью, и его литературными трудами, и стал, в общем, исследователем, а может быть, лучшим и самым подробным исследователем Трумана Капота в нашей стране. И я вот носился буквально всю весну с этой заметкой про то, что у Холли Галайтли могли быть русские корни, читал всякие полемики на эту тему, читал английские и американские материалы про это. Ну, в общем, как-то поносился, поносился, всем про это уши все прожужжал и оставил это. Каково же было удивление оперативников, когда в отфильтрованных сообщениях в Фейсбуке, где-то в спаме, я обнаружил письмо от самого Дениса Захарова, который ничего не знал о моем фанатизме и о моей преданности его исследованиям, который написал мне. Дорогой Владимир, 30 сентября, то есть сегодня, Трумана Капота исполнилось бы 96 лет. Давайте расскажем эту историю в эфире. Я хлопнул звуч на себя по голове и сказал, дорогой Денис, как здорово, что вы написали. Я так рад нашему знакомству и, конечно, я с большим удовольствием расскажу о визите Трумана Капота в СССР и о том, что есть такая довольно смелая гипотеза. Понятно, что она смелая и такая, в хорошем смысле, литературно-гопническая, что у Холли Галайтли могли быть некие русские корни или русский полупрототип. Но почему бы нам не озадачиться этим всерьез? А к тому же себе, к тому же представьте себе ситуацию. Трумана Капота, самый настоящий американский писатель, в марте 58-го возвращается из Советского Союза. В частности, работает над «Завтраком у Тиффани» в красной стреле, едущей из Ленинграда в Москву. И здесь же знакомится с девушкой, которая, ну, вот если описать Холли Галайтли, что сыграна у Эдриха Эберн, что описана в романе у Капота, что эту Анну Когана, которой я вам все уши прожужжал, ну, невозможно не найти пересечений в этих двух персоналях. Поэтому я думаю, что гипотеза господина Захарова вполне себе правоспособна и имеет право на существование, как бы с ней не спорили болевы, скалобы, знатоки литературы. Но их слово против нашего. Призом для победителя в рубрике «Сокровища нации» станет книга от Дениса Захарова. И эта книга – комментарий к роману «Услышанные молитвы». Дело в том, что в середине 70-х Трумэн Капотте написал роман «Услышанные молитвы», в котором вывел под вымышленными именами, под псевдонимами большинство своего литературного окружения. Всю тусовочку сдал с потрохами. Кому зачем драматург Теннис Уильямс стряхивал пепел в пупок? Почему Джерома Селлинджера прозвали Плаксой? Про Жеклин Кеннеди, про Монгомери Клифта, про Энн Вудвард. В общем, про всю, всех, с огромной любовью. Хороший человек по всему видать. С огромной любовью написал. Три главы этого романа были опубликованы в Эсквайре. Скандал был жуткий, просто чудовищный скандал. Капота не стало в 81-м году, и только в середине 80-х неоконченный роман «Услышанные молитвы» был опубликован. Денис Захаров, которому я спел «Осанну» в начале этого часа, расшифровал текст этого романа, восстановил содержание уничтоженных автором глав, прокомментировал все загадочные пассажи, а он практически полностью состоит из загадочных пассажей, этот роман, и расклыл подлинные имена всех этих прототипов, и проследил их дальнейшую судьбу. В общем, получилось превратить весь этот комментарий к книге, к роману Трумана Капота, в настоящий детектив или полудетектив. Знаменитая наша гордость, российский переводчик Виктор Голышев, который перевел «Трумана Капота», и в частности «Завтрак у Тиффани», писал, что вообще американцам стоило бы перевести эту книгу, Денис Захарова, на английский язык, чтобы лучше понять Капота и его роман. Как минимум, это чудесная рекомендация. Дмитрий Быков, в частности, писал, что Денис Захаров делает для Трумана Капота не меньше, чем Трумана Капота сделал для всех нас. Денис Захаров эту книгу вам с удовольствием пришлет, подписанную, и я вам всем рекомендую обратить внимание на творчество этого молодого человека и действительно в отношении всего, что он делает для Трумана Капота и для того, чтобы его память сохранить и приумножить. В частности, это Денис Захаров раскопал всю информацию о визите Капота в Советский Союз. Сначала для того, чтобы осветить визит гастроли оперы «Пор Гейбэс», а потом для того, чтобы написать очерк, а может быть, будущий роман о советской золотой молодежи. И напоминаю, что мы ищем прототипа предводительницы этого кружка золотой молодежи, в который был вовлечен Трумана Капота. Он ее вывел под псевдонимом Анна Коган. Как ее звали по-настоящему, никто не знает, но, может быть, знаете вы, дорогие наши слушатели, и мы будем вам исключительно признательны за любые наводки. Захаров поговорил со всеми, кто в ту эпоху был активен, но пока ничего не обнаружил. Но чудеса случаются по моему опыту наблюдения именно серверной дождей, именно с вами. Поэтому присылайте, пожалуйста, если у вас есть какие-то для нас ценные сведения.